Мы прошлый год его осушили, водичку убрали, отшпукатурили, но больше пока не пошли вниз. Верху сейчас приводим в нормальное состояние, а затем уже спускаемся вниз в зал для спортсменов. Ремонт подвала и как следствие увеличение площади спортзала Большесельского ДК пока только планы. Сейчас здесь полным ходом идут другие строительные работы. Ремонт сцены, зрительного зала, установка нового оборудования. Глава района Владимир Лубенин рассказывает, Большому селу нужен современный Дом культуры, но раньше о нем не приходилось даже мечтать. Решение, на мой взгляд, на уровне правительства принято правильно. Вот даже на фоне этого Дома культуры, когда мы три года занимались ремонтом, средства нам не позволяют в полном объеме провести ремонт и перевести в соответствие Дом культуры. Но вот когда была запущена эта программа, мы были очень рады. Председатель правительства Александр Князьков с улыбкой называет Большесельский район передовиком в реализации программы «Обустроим область к юбилею». На ремонт необходимых объектов инфраструктуры выделено 37 миллионов рублей. 32 из них были расторгованы в кратчайшие сроки, остальные 5 – экономия. На сегодняшний день заключены все муниципальные контракты, проведены торги и уже больше 20% есть выполнения. Мы сегодня посмотрели дороги и дворы, то, что делается в Большом селе. Здесь нормально, даже часть работы будет сделана к дню поселка, который состоится 16 июля. Ко дню поселка в основном планируют закончить ремонт дорог. Подрядчик уверяет, сроки будут соблюдены. День поселка здесь 16 числа. Еще один важный объект для Большого села – это стадион. Его ремонт не вошел в программу, но, по словам Александра Князькова, район сделал проект на сметную документацию. Спортивный объект уже в следующем году получит финансирование из областной программы развития физкультуры и спорта. Ксения Рулева, Денис Лосев. День в событиях.